Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Договорилась с ними о том, что Они придут в Россию, что Мы поможем им с локализацией Что мы поможем им с Маркетингом и вообще будем Их партнерами номер один То есть Uber появился в России благодаря тебе? Ну Uber нет А кто-нибудь из крупных? Я не знаю, говорит ли тебе что-то Бренд Supercell Конечно Вот Supercell или Machine Zone Всякие большие Известные игрушки А как вот происходит процесс? Ты сама их находишь или они к тебе приходят? Я очень много езжу на конференции И на конференциях Я как настоящий охотник Ищу крупные компании Пытаюсь понять Интересна ли им Россия или нет И Рассказываю им в принципе про российский рынок Рассказываю им про наши продукты И потом помогаю им Как раз таки сюда зайти Знакомлю их со всеми партнерами Ну и собственно Такая точка входа Я для них Для того, чтобы они пришли в Россию И у них все было хорошо Слушай, а расскажи Как вот ты устанавливаешь первый контакт? Где тут стоит человек? И может быть он тебе потенциально интересен? Как ты с ним знакомишься? Что ты ему говоришь? Абсолютно по-разному Зависит от того, где это происходит Очень часто Нетворкинг, тусовки так называемые Они происходят в каких-то Барах, клубах На каких-то вечеринках И в этом плане Это Это та часть моей работы Которая очень классная И которой многие завидуют Потому что после любой конференции Происходит какая-то тусовка Вот Я помню, что когда Мы были на конференции в Сиэтле Последний раз Мы с коллегой Очень долгое время обсуждали Куда нам пойти вечером Потому что проходит Примерно пять вечеринок вечером Одну делает Твиттер Другую делает Фейсбук Третью делает Гугл И мы с ней сидим И думаем Блин, ну у Твиттера Опять будет вечеринка на крыше Надоело Скука Давай пойдем к Фейсбуку Потому что они яхту арендуют Она говорит Слушай, ну Гугл арендует яхту Еще больше, чем Фейсбук Вот Ну и по сути Когда вечеринки проходят В такой атмосфере Очень легко знакомиться Потому что все люди Очень открыты И ты можешь просто подойти К человеку и сказать Привет Меня зовут Ира Я из Мейл.ру Ты вообще слышал про Мейл.ру? Или попросить Кого-то из своих друзей Кто знает всех абсолютно На этой яхте Подвести к тебе Подвести тебя там К нужному человеку И представить Ну в целом Ты можешь просто подойти И сказать Привет, классная рубашка Мне кажется Эти вечеринки Разглядят Конец тем Что все разъезжаются Вот По вдвое меньшим номерам Чем количество людей Ну нет Я поняла О чем ты говоришь Но в смысле Я никогда никуда не разъезжалась У тебя Конечно же Много связи Но это непосредственно Связано С твоей профессиональной Деятельностью А нужны ли Такое количество связей Вообще установления Такого нетворкинга Для обычного программиста Такое количество Не нужно Но У него есть Какие-то свои интересы И сферы развития И вот в этих сферах развития Они будут Как минимум Полезны В общем Все что Так или иначе Способствует Достижению Его цели Но при этом Фишка нетворкинга В том Что ты никогда не знаешь Что сработает Ну то есть Ты иногда можешь Познакомиться с Булочником С соседней улицы И потом Тебе покажется Что это вообще Абсолютно бесполезный Контакт Но потом окажется Что у этого булочника Сын Программист В Гугле И что он может Тебя посоветовать Расскажи какой-нибудь Пример Когда Твой нетворкинг Как-нибудь сработали Какое-нибудь Интересное знакомство Ну Для начала Для меня Нетворкинг С подросткового возраста Был чем-то Очень важным Мне почему-то казалось Что нужно обязательно Много общаться Со всеми Особенно Когда я путешествовала И летела В самолете Мне казалось Что я вот просто Обязана Что я должна Познакомиться С тем Кто сидит Слева или справа От меня В самолете И я сидела Весь полет И думала Блин Вот как начать разговор Что сейчас нужно сделать Потому что Я была уверена Что весь мир Это вот такая Цепочка связей Когда Каждый человек Тебе внезапно Может Оказаться Чем-то Интересен И полезен Вот И я так Познакомилась С Огромным количеством Испанцев Например Которые потом Помогали мне Поступить В университет В Испании И которые там С которыми я могла Тестовое задание Своё проверить Слушай Ну для отчетников Наверное Это очень Сложная проблема Большинство из них Интроверты И им тяжело Просто общаться С другими людьми Не то что Устанавливать новый контакт Можешь дать им Какие-то советы Ну во-первых Это Перестроить Своё восприятие Нетворкинга Понять что Нетворкинг Это не тупое Собирание визиток А это Про людей И про отношения Второе Это То что касается Как раз таки Знакомства с людьми Сделай так Чтобы К тебе было Проще подойти Чтобы людям было Легче с тобой Знакомиться У меня есть друг Который Всегда на какие-то Конференции На какие-то Тусовки Приходит В смешных Футболках И у него Очень смешная Борода Такая большая Крутая борода Вот И каждый раз Когда К нему кто-то Подходит Большинство людей Начинает Своё знакомство С фразы Блин Классная футболка У тебя Или Как ты За бородой своей Ухаживаешь Расскажи мне Вот А ты можешь Делать какую-то Абсолютно любую Штуку Дать Человеку Мотив Подойти к тебе И заговорить С тобой Чтобы людям Казалось Что это просто А Третье Выйти Из Своей головы И Концентрироваться Не на том Что хочешь ты Потому что Обычно Все говорят Только о том Чего они хотят И что они хотят Продать Какие у них Задачи А спросить Зачем Этот человек Пришёл На На это мероприятие Например И Понять Как ты можешь Ему помочь Давай закроем С тобой какую-нибудь Сценку Я предложу тебе Тему доклада А ты расскажешь Как ты будешь К нему готовиться Какие этапы будут Что ты будешь делать Многим будет полезно И интересно Пусть тема будет Почему Белые медведи Не едят пингвинов Хорошо Для начала Я наверное Начну с того Что Я проанализирую Всю информацию На тему Жителей Антарктиды И белых медведей И пингвинов В этом Прекрасном регионе Первый пункт Будет собрать информацию И узнать Сколько в принципе Белых медведей И сколько в принципе Живёт пингвинов В Антарктиде И сколько пингвинов Приходится на Одного белого медведя Я стою у белой доски Мне кажется Мне нужно рисовать Что-то Давайте нарисуем Медведя Одного И нарисуем Это белый медведь И нарисуем Пингвина Возможно Они не едят пингвинов Из-за формы Которой обладают Пингвины Из-за Их маленьких Хвостиков Которые Вызывают У медведей Жалость И умиление Здесь могут быть Несколько тезисов На тему того Какие же На самом деле Причины Итак Первая причина Это жалость Они Не едят их Из жалости Второй причиной Может быть То, что Эти белые пингвины На самом деле Не обладают Какими-то полезными Свойствами Это отсутствие Отсутствие Витаминов В пингвине В общем Самое главное В презентации Это сделать так Чтобы аудитория Она действительно Взволновалась На эту тему Потому что Всем известно Что этот вопрос Он волнует Человечество Все задают Два главных вопроса Зачем мы здесь На земле И почему Белые медведи Не едят пингвинов Ты делаешь Много публичных выступлений И для многих Это очень сложная задача Правильно подготовиться Правильно подать информацию Дай-ка Несколько Каких-нибудь советов Ну Во-первых Нужно разделить Подготовку К публичным выступлениям На несколько этапов Это Во-первых Сам контент Который ты делаешь И это то Как ты выступаешь Что касается Контента Главные Советы Я не знаю Будут ли они Банальными Или нет Но это Выбрать для себя Основные три пункта О которых ты будешь Рассказывать И желательно Чтобы среди этих Трех пунктов Была одна Главная идея Которая вот прям Сквозит Через все эти пункты Для меня Это главная идея На выступлениях Всегда Российский рынок Крутой Приходите туда Вот И я это Разными способами Объясняю И доказываю Вот Ты выбираешь Эти три пункта Ты Делаешь так Чтобы Был флоу Такой То есть Чтобы У тебя Тема Переходила Плавно Из одну В другую И тебе не нужно Будет Запоминать Это Изубрить Как-то Информацию А ты Просто Будешь Плыть По течению В своей Презентации И Все что касается Уже того Как ты выступаешь Ну тут Главный совет Это Репетировать Нужно Дофига Репетировать Раз пять Минимум Проговорить Свою речь И В этом плане Очень круто Помогает Просто Проговорить Ее Ну то есть Не слово в слово Записать свой текст Который ты будешь Рассказывать На сцене Потому что Если ты потом Забудешь Какое-то Одно слово Посередине То у тебя К чертям Слетит Вообще Все И Очень Желательно Выучить И Может быть Даже Дословно Рассказать Первое Предложение И последнее Предложение Ну первое Предложение Потому что Когда ты обычно Выходишь на сцену Ты сильно Нервничаешь И Потому что Самое главное Это красиво Начать Последнее Предложение Потому что Тебе нужно Закончить Не Не так Типа Ну ладно Ну вот и Да Вроде бы Ну спасибо До свидания Тебе хочется Закончить Эффектно И для этого Тебе нужно Вот прям Зазубрить Какие-нибудь Одно или два Последних Предложения Чтобы Аудитория Снова подумала Какие Какое Классное выступление Вообще Супер У нас Кстати Есть Резюме Людей Которые бы Хотели Попробовать Себя В твоей позиции Или поработать Рядом с тобой Может быть Ты посмотришь На них Расскажешь Что-нибудь Какие-то Рекомендации Даш Ну давай Я В плане Резюме Я перфекционист Ну то есть Я над своим Резюме Работаю Достаточно Серьезно Четыре Страницы Это Слишком Много Идеальное Резюме Это Это одна Страница Мне Очень нравится Когда То чего Нету В этом Резюме Когда Вместо Того Чтобы Перечислять Свои обязанности По работе Человек пишет О своих достижениях Потому что Никому не интересно Читать о том Что Ты готовил отчеты О проделанной работе Или О том Что Ты работал С конкурентами В 90% Резюме Огромное количество Размытых Фраз Ни о чем Тебе кажется Что Обязанности Вообще Не нужно указывать Мне кажется Что нужно указать Свои достижения Так Чтобы было понятно Чем ты занимался И как ты этого достиг Окей Ну то есть И желательно Это все Сопровождать Какими-то цифрами Например Чтобы ты говорил Что ты не просто Занимался продажами А что ты Привел 10 топовых Клиентов В компанию Или что ты Увеличил Выручку Компании Там на 70% Слушай А что делать Тем у кого Ну кто не может Понять о своих достижениях Ничего То есть он считает Что он просто Приходил на работу Выполнял свои Обязанности И не видит Сверх каких-то достижений Ну Тогда ему надо Не Работу искать А Понять сначала Почему У него нету Никаких достижений На текущей работе И Сначала Над собой Поработать А потом уже Над какими-то проектами Я не знаю Может быть Это неправильный ответ Мне кажется Тут нет Правильных и неправильных Ответов Здесь есть личный опыт Я бы Не взяла Такого человека Который Подошел бы ко мне И сказал Блин Слушай У меня Так вышло Что нету Никаких достижений Я просто Приходила на работу Изо дня в день Ничего не получалось Не знаю Как написать свое резюме Возьми меня на работу А что ты Ко мне Разные люди Приходили Которые Меня Удивляли Я знаю Что у тебя есть Подарок для наших Зрителей Расскажи Что это И за какое задание Ты его подаришь Да У нас есть Очень крутая Матрешка И это не просто Матрешка Это матрешка Которую мы сделали Для того Чтобы показать Иностранцам Структуру Российского Рекламного рынка Потому что Это большая проблема Очень сложно Объяснять Что фейсбук Везде большой Но в России Он маленький А мы Здесь самые большие Вот поэтому Мы сделали Такую матрешку Которая называется Российский рекламный рынок Ты ее открываешь И там Наш Майтаргет Который объединяет В себе Наши соцсети И там Вконтакте С одноклассниками Там проект Email.ru.group И самое интересное Это просто Ягодка на торте Это Плачущий фейсбук Окей И что же нужно сделать Чтобы получить Эту прекрасную матрешку Нужно ответить на вопрос 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 Какой самый Оригинальный Способ Вы выберете Чтобы Познакомиться С Дмитрием Гришиным Например И у нас С тобой Небольшой блиц Расскажи Какую книгу Ты последний прочитал Я сейчас Слушаю Аудиокнигу Дэвид Копперфельд Чарльз Диккенса На английском Сколько у тебя Друзья в фейсбуке? В районе Семисот Что бы ты выбрала Большая или маленькая Компания? В зависимости От команды А что для тебя Если это классная команда То я выбрала бы Любую из этих компаний Что такое классная команда? Классная команда Это люди С которыми Вы смотрите В одну сторону И с которыми Вы одинаково Горите своим делом И с которыми Вам интересно Работать каждый день Что лучше Вконтакте Или одноклассники? Вконтакте А какая твоя Любимая страна? Штаты А вообще Во скольких странах Ты была? В 30 где-то Что ж, спасибо У нас, мне кажется Получилось отличное интервью У нас в студии была Ирина Трипапина Руководитель по международному развитию В Май Таргет А вы отвечайте на наш вопрос Присылайте резюме Ставьте лайки И подписывайтесь на наш канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому